В 16 веке по указу Ивана Грозного был создан разбойный приказ, который считается первой правоохранительной службой. А в 18-19 веках при полицейских участках была учреждена служба приставов, которые следили за безопасностью на городских улицах. В наши дни порядок обеспечивают участковые полномочные, и сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Майор полиции Лариса Воронича спешит на службу. Как всегда, дело не в проворот. С самого утра идут посетители. Вопросы у всех разные, а ответ один – преступности бой. Считаю, что в полицию приходят люди, у которых чувство призвания, кто считает, что бороться с преступностью является долгом перед обществом. Лариса Александровна в органах внутренних дел 13 лет. Уже в студенческие годы девушка знала, куда она хочет пойти работать. И параллельно получала сразу два высших, одно из которых – юридическое. А главным кумиром была героиня Анна Ковальчук в «Тайнах следствия». В детстве я всегда смотрела фильмы именно с участием женщин, следователей, сотрудников полиции. Всегда хотела узнать, как все устроено. Ответственность и профессионализм стали главными качествами нового участкового-уполномоченного. Цифры раскрытых дел только за этот год впечатляет. Это грамотный, уверенный в себе сотрудник. В коллективе пользуется уважением. На ее счету за данный период было раскрыто 15 преступлений. Самое главное в работе, признается девушка, не тушеваться перед трудностями и выстраивать доверительные отношения с подопечными гражданами. А их в районе у Ларисы Воронич более 5000 человек. Как правило, мы взаимодействуем со старшими по домам, которые всегда нам готовы прийти на помощь, а поделиться какой-то интересной информацией необходимой нам для раскрытия правонарушений, преступлений, пресечения. Наиболее частые проблемы у людей возникают в семейно-бытовой сфере. И зачастую именно участковый способен разрубить Гордиев узел вражды. Где-то побыв психологом, а где-то и преградив законом. Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.